Друзья, привет! С вами как всегда Джамбо Макс и в этом видео я отвечу на самый часто задаваемый вопрос среди геймеров на данный момент. Взять консоль сейчас или же ждать новые поколения? Ну просто этот вопрос мне задают каждый стрим и очень часто пишут об этом в ЛС. Собственно поэтому я и делаю это видео. Сразу скажу, что точного ответа не существует, он для каждого свой, но с помощью этого видео вы скорее всего окончательно сможете определиться. Давайте все-таки начнем. Да, мы все знаем, что восьмое поколение консоли подходит к концу, а новое поколение собирается появиться на свет уже в конце следующего года. Срок вроде бы небольшой, но вроде и не маленький, но от этого не легче, так как время все-таки идет и многим уже хочется поиграть. Покупая консоль сейчас, вы по сути покупаете ее под заказ поколения, тем самым вроде как психологически покупаете уже якобы устаревшую консоль. Поэтому тут вы и задумываетесь уже о покупке следующего поколения консолей. Да, есть слух, что якобы к примеру X-версия станет младшей версией следующего поколения, но мне кажется, что это маловероятно. Это слишком жирно для игроков, но считайте получать игры следующего поколения на старые консоли. Это не очень выгодно для компании и это еще больше работа над оптимизацией под каждое игровое устройство. Да и смысл тогда вообще в новом поколении, если и старые способны запускать на X-ген игры. Короче, с каждым днем я все больше думаю, что новое поколение будет новым поколением, без оглядки назад. Опять же, это все не 100% инфа, я могу ошибаться. Покупая новое поколение, вы получите возможность запустить абсолютно все X-ген игры. Хорошую производительность по сравнению со старым поколением. В общем, новое поколение это все-таки новое поколение. Но за счет ожидания его, вы просто теряете время на прохождение игр 8-го поколения, то есть нынешнего. Поэтому делая выбор между нынешними консолями и новым поколением, я бы скорее всего купил нынешнюю и вам этого советую. И сейчас объясню почему. Новые консоли выйдут в конце следующего года, это уже как минимум полтора года игры на этих консолях. За этот срок можно вдоволь наиграться и уже подкопить на новое поколение. Многие скажут, ага, 30 тысяч здесь на консоль, игрули, геймпады, а потом еще 50 за новое поколение. Я так не могу. Ребят, покупая консоль нынешнего поколения, вас никто не просит гнаться за X-версией. Если у вас не было консоли 8-го поколения и вам 4К нахрен не сдалось и вы хотите просто поиграть в игры, пройти сюжет, погонять в мультиплеер с друзьями, то просто купите S-версию и не парьтесь. Это тоже самое, а самое главное капец как дешево. S-версию можно найти за 16 тысяч. И вам ее капец как хватит. Повторюсь, это та же самая консоль, что и X-версия. Одно семейство, одни и те же игры, аксессуары. Только в ней нет такой четкой графики. И то графика это понятие такое растяжимое. Многие об X-версии говорят в таком ключе, что будто там совершенно другая игра получается. Это неправда. Тени, анимации и самая оболочка игры, как она нарисована, останется такой же. Единственное, у S-версии по сравнению с X-версией будет ниже разрешение и в некоторых случаях ниже FPS. Но не думайте, что это прям будет капец как критично. Что вы прям не сможете играть и тому подобное. На S-версии отлично идут все новые игры. И многие игроки имеют как раз таки эту версию консоли. Так как она все-таки дешевая и тащит все новинки. Но если вы все-таки считаете пиксели, вам мало 1080p, вы хотите получать максимум от графики, без всяких лесенок, то вперед покупать X-версию. Но опять же, чтобы просто поиграть в игры нынешнего поколения, я бы это делать не советовал. X-версия нужна исключительно для тех, кому уже мало 1080p и 30fps. Также хочу напомнить, что в новых консолях будет обратно совместимость, что позволит вам сохранить ваши аксуары, а также библиотеку игр. Да, на новых игровых консолях они также будут работать. Насчет абсолютно всех игр не знаю, возможно лишь выборочно получат какую-то совместимость. Но геймпады абсолютно все будут работать и на новых поколениях консолей. Это что касаемо семейства Xbox. На PlayStation не знаю, там вроде как тоже подтвердили обратно совместимость, но насчет аксуара вроде нет. И пожалуй, самый главный фактор в этом вопросе, это ваше желание. Если вам реально не терпится играть, то купите консоль сейчас. Ведь живем мы все-таки один раз, и если вы что-то не сделаете, вы можете просто об этом пожалеть. Консоли нынешнего поколения будут жить намного дольше за счет обратно совместимости. Единственное, вы потом на них не сможете поиграть в next-gen игры. Но за полтора года вы консоль можете просто продать или же успеть накопить на следующую. Был бы я на вашем месте, не обладал бы мощным ПК, у меня не было бы консоли восьмого поколения, я бы ее все-таки приобрел. И прошел бы все игры, которые я захотел. Опять же, это мое видение вопроса, мое мнение, поэтому если оно не совпадает с вашим, то просто напишите свое мнение в комментариях. Может кто-то мыслит иначе. И мой вам совет по этому поводу. Если очень хотите и есть возможность, то просто сделайте это. На этом у меня все, если понравилось видео, то с вас лайк, не забывайте подписываться на канал. И большое спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok